Первая с допандемийных времен группа китайских туристов прилетела в Москву. Наш специальный корреспондент Екатерина Глазунова встретила путешественников в аэропорту Шереметьево и узнала, что в первую очередь они хотят посмотреть. А также готова ли российская туриндустрия ко встрече долгожданных гостей. Их ждали целых три года и потому встречают, как самых почетных и дорогих гостей с настоящим русским размахом. На полете кисоколику наказывала, ты лети, кисоколик, кисоколик далеко. Это мой первый визит в Россию. Я видел в детстве красивые картинки и всегда хотел побывать здесь. Россия и Китай дружелюбны друг к другу. Об этом мне рассказывали родители и учителя. И в этом я убедился сам. Я не так много знаю про Россию. Приехал узнать побольше. Мне интересна русская история, архитектура. И да, вот это всё. Песни, танцы. Первые гости – жители города Гуанчжоу. 33 человека. Желающих поехать в Россию собрали за два дня. Сегодня все ожидания, в первую очередь въездного туризма в Российскую Федерацию, безусловно, связаны в первую очередь с китайскими туристами. Китайские туристы – это страна, скажем так, туристический донор вообще в мире. Российский турбизнес возлагает на возвращение гостей из Китая большие надежды. А потому условия для туристов из КНР самые выгодные. Возобновили соглашения о безвизовых поездках групп. Разрешили расплачиваться картами китайской платёжной системы UnionPay. Наращивает обороты. Пассажирское авиасообщение. Пока самолёты между Москвой и Пекином будут летать три раза в неделю. Это, конечно, далеко от допандемийных три раза в день, но уже большой прогресс и новые возможности для бизнеса и, конечно, туризма. В полной готовности к приёму гостей из КНР – столичная гостиничная инфраструктура. Портье освежают в памяти фразы на китайском. Ни хао, уань хи. Отельные повара колдуют на кухне, придумывая изысканные гастрономические сочетания. Китайцы очень большие гурманы. Они очень сильно разбираются в качественной вкусной еде. Любят они рыбу, любят они очень сильно курицу, свинину. В гостиничных холлах обновлена навигация на китайском, а в номерах ждут чайные сеты с ароматным зелёным чаем. У нас есть заявки на проживание туристических групп из Китая, чему мы очень рады. До пандемии, конечно, этот поток составлял в среднем от 15 до 20% от общего количества проживающих гостей в отелях. Гиды считают путешественников из КНР самыми любознательными и неутомимыми. Говорят, они никогда не устают и готовы часами бродить по московским улицам. Обязательный и безоговорочный гвоздь программы для китайских туристов – сердце столицы, Красная площадь. Когда китаец, приезжая в Москву, имеет возможность прикоснуться к кирпичам кремлёвской стены своими руками, сделать примерно миллион фотографий на Красной площади, вживую увидеть смену караула у Вечного огня в Александровском саду – это непередаваемый восторг. Российская туриндустрия прогнозирует довольно быстрое восстановление допандемийных показателей въездного туризма из Китая. Все условия для этого созданы. В 2019-м в стране побывали более миллиона гостей из КНР. Уже в этом году цифра может быть выше. Доля России в выезде китайских туристов составляет чуть больше 1%. Вот когда выезжало 120 миллионов китайских туристов за рубеж, значит миллион 200 доезжал до России. Судя по предварительным запросам, китайские граждане соскучились по поездкам. Российские туроператоры предложат гостям из КНР новое направление поездок по стране – Дальний Восток, Байкал, речные круизы. Ну а первая группа будет путешествовать по самому популярному маршруту – с экскурсиями по Москве, Санкт-Петербургу и посещением русского балета. Екатерина Глазунова, Елена Нечаева, Павел Глазунов, CGTN, Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова